Здравствуйте! Меня зовут Федор Васильев, это проект Joomla Sensei, 24 урок. Мы подобрались с вами к интересной теме. Это подбор шаблонов, установка шаблонов и как выбрать шаблон себе. Начнем с того, что у нас есть с вами два варианта. Это бесплатный вариант и платный вариант. Когда я говорю бесплатный вариант, я не имею в виду, что вы сейчас можете пойти в Яндекс, вбить в поисковой строке «Скачать шаблоны для Joomla» и качать любой понравившийся вам шаблон. Я уже вас предупреждал, я вам уже настоятельно рекомендовал не пользоваться таким подбором шаблонов, так как в этой бесплатности скрывается достаточно весомая угроза. Это скрытие каких-то внешних ссылок, каких-то кодов, скриптов, которые потом могут вытянуть ваши данные с вашего сайта, и злоумышленники смогут попасть к вам в админку. В общем, все будет очень плохо, если это случится. Я хочу вас от этого обезопасить. И для этого я потратил достаточно времени, чтобы обойти всех разработчиков, которых я знаю. Соответственно, это все иностранные разработчики, так как я даже не знаю российских студий, которые делают шаблоны для Joomla. И у каждой студии такой, у них имеется по парочку, а то и больше, действительно бесплатных шаблонов. Они заинтересованы в том, чтобы у них покупали шаблоны, поэтому они делают бесплатные шаблоны. Многие из них достаточно качественные, красивые. Чтобы человек поизучал, посмотрел, вдруг понравится этот шаблон, возможно, потом он, этот человек, купит у них какой-то другой, более мощный шаблон, или более какое-то крутое решение. Конторы этих, которые создают шаблоны, их достаточно много. Я обошел их всех, и у меня получилось собрать всего 55 шаблонов на разную тематику. То есть и для интернет-магазина, и для блогов, и для многих других. Я сейчас вам покажу, как пользоваться вот этим бесплатным вариантом, и потом рассмотрим платный вариант. Итак, бесплатный вариант. В конце каждого урока вы наверняка видели, что я вас призываю скачать шаблоны по подписке моей. Если вы этого еще не сделали, то здесь ничего сложного нет. Вы вводите свой рабочий электронный ящик, нажимаете «Скачать шаблоны». Откроется окно, где надо будет подтвердить подписку. К вам на email придет письмо, надо кликнуть по ссылке, подтверждайте подписку. И через несколько минут автоматически к вам придет еще одно мое письмо, где вы увидите внутри письма ссылку на скачивание всех 55 шаблонов. Будем считать, что вы их уже скачали, и давайте посмотрим, как работать с этим архивом. Когда вы на компьютере распакуете архив, у вас будет примерно вот такая картина. Не примерно, а даже точно. Тут много шаблонов. В папке я пометил, как название шаблонов. И я для себя, для уроков для этих, выбрал шаблон, который просто мне симпатичен. Это GM Services. Вы узнаете, как устанавливается шаблон, посмотрите, какие настройки можно сделать. И после вот этих вот приобретенных знаний вам уже будет намного легче потом подобрать уже под себя шаблон. Потому что принцип, тот, о котором я расскажу, он почти одинаков. Понимаете? Когда вы будете выбирать себе шаблон. Зайдем в папку, и вы видите вот такую ситуацию. То есть, смотрите, почти в каждую папку я приложил. Текст и документ демо. Ну, это просто картинка. То есть, фронтальная часть сайта, как выглядит. И архив. Смотрите, когда вы выбираете шаблоны из моего архива, вы открываете, значит, демо документ, копируете отсюда ссылку и вставляете в адресную строку вашего браузера. Чтобы посмотреть демонстрацию, то есть, посмотреть шаблон во всей его красе. Если он вам нравится, если вы хотите использовать на своем сайте, то вы дальше продолжим работу с этим архивом. Как с ним дальше работать, я расскажу. Давайте посмотрим сейчас на демо. На что нужно смотреть. Сразу или качайте, или если у вас уже есть браузер Chrome, он переводит страницу на русский язык. Это важно, если вы плохо знаете английский язык. В адресную строку вставляете, значит, адрес из текстового документа и смотрим демонстрацию. Значит, сначала вы, конечно, пробегаетесь глазами. Нравится он вам, не нравится. Допустим, он вам нравится. На что нужно смотреть. Во-первых, нужно посмотреть сразу на адаптивность шаблона. Как он себя ведет. Потому что, возможно, какие-то глюки, косяки могут вылезти у шаблона. Вы это исправить никак сами не сможете. А ждать обновления от разработчиков не приходится. Самое меньшее, что мы можем сделать, это потянуть за край браузера и посмотреть, как ведет себя шаблон. То есть, смотрим, чтобы нигде никаких косяков, чтобы блоки ровненько ужались. То есть, это типа мобильная версия. Смотрите, когда разработчики делают демонстрацию шаблона, все-все разработчики делают таким образом, чтобы показать, на что шаблон способен. Поэтому вы смотрите на меню и переводим страницу. И читаем, что здесь есть. Смотрите, особенности. Нам нужно посмотреть, на что способен бесплатный данный шаблон. То есть, кликаем по каждому пункту меню, чтобы разобраться. Кликаем, смотрите, параметры шаблона. То есть, перед выбором шаблона вы должны сначала посмотреть. Но здесь нас выбрасывает на сайт разработчик. Здесь есть документация. То есть, вот эта вот админка, настройки самого шаблона. Это пропускаем. Вот, смотрите, позиции шаблона. Здесь смотрим, какие... Помните, мы проходили с вами позиции модулей, как смотреть? Здесь вообще продвинутые такие модули. Здесь можно вот за эти вот иконки перемещать местами модульные позиции внутри шаблона. Но это уже более такие продвинутые настройки. Мы с вами здесь останавливаться не будем. Я сейчас вас учу именно основам. До этого мы еще дойдем, когда установим шаблон. В этом уроке мы пока просто выбираем и учимся выбирать шаблон. На что нужно обращать внимание. Смотрим, что модульных позиций здесь предостаточно. Это хорошо. И вы должны пройти вот по каждому таким моментам, изучить данный шаблон как бы с демо данных. Кликаем модуль с суффиксы. То есть это как можно оформлять модульные позиции. Например, html модуль контент какой-то вы разместили. Как можно оформлять здесь должно быть показано. Здесь не особо много вариантов. Вот типография тоже интересная. Я всегда обращаю внимание от самого шаблона, что предлагает. То есть тут, опять же, в будущих уроках я на каком-то одном примере, может быть, покажу. Вот видите, как, например, сделать круглую картинку. Если я правильно понял, опять же, надо самому смотреть. Я еще сам тут на этом шаблоне не смотрел. Дальше смотрите. Нумерованные блоки, как делаются, видите. То есть это все за счет шаблона предоставляет. Цветные блоки. Иконки, блоки, видите. То есть смотрим, какие возможности в типографии дает данный шаблон. Шрифты. Иконочные, видите, дает. Потом, вот видите, цвет коробки дает. Вот такие интересные блоки. Вот эти блоки я вам покажу, как делать. Потому что мне самому интересно. Опять же, весь шаблон разбирать не будем. Потому что достаточно много времени это займет. Здесь мне вам важно показать именно основу, как подбирать шаблон, какие моменты важны. Просто смотрите, шаблонов много. Не факт, что вы этот выберете. Сейчас я весь шаблон это разжую. А смысл в этом каков? Все равно в каждом новом другом шаблоне все устроено по-другому. И в каждом шаблоне нужно разбираться полностью. Но есть общие характеристики, которые подходят для всех, чтобы выбрать себе качественный шаблон. Социальный модуль, например. Тоже видите, чтобы отображался, что можем сделать. Опять же, код копируется, например, отсюда. Вставляется к вам в модульную позицию. Но когда копируете, видите, у нас тут перевезено на русский. У нас не сработает это. Нам нужно сначала показать оригинал. Ну а потом уже вот так вот копируем. Ваш HTML модуль вставляем. И здесь все просто. Вот это href, это ссылка. Решетка удаляется. Вот здесь, между кавычками. И вставляется ссылка. И здесь вот LinkedIn, это социальные сети, да, Twitter. То есть это можно поставить модуль там, где вы в социальных сетях. Если какой-то лишний удалить, нужно вот так вот строчку одну удаляете. И мы удалим в Emeo. Вот эту кнопку, да. Но я вам еще покажу некоторые варианты отображения модулей. За счет этого шаблона я вам продемонстрирую. В общем, ваша задача двигаться вот по этим кнопкам и смотреть, как устроена страница отображения там. Как страница там контактов, например, выглядит, да. Свяжитесь с нами. Ну, это просто Google карта вставлена. И так далее. Итак, из этого урока мы с вами выявили, как пользоваться архивом, который я вам предоставляю на скачивание. Как смотреть демонстрацию, да. На что нужно обращать внимание, чтобы вам понравился шаблон, да. Модульные позиции, там. Просто у каждой шаблон по-разному богат модульными позициями, суффикс, классами, типографией и так далее. Теперь давайте посмотрим, как работать с архивом, который вы скачали. Допустим, вам понравился этот шаблон. Вы вот этот архив извлекаете в текущую папку. У вас получается. Смотрите, папки QuickStart. PSD-исходники. Manual. Ну, это как пользоваться шаблоном. Ну, там инструкция вся на английском. И сам шаблон. Примерно вот такая картина вас ждет в каждой папке выбранного вами шаблона. Итак, смотрите, шаблон, понятно, папка с шаблоном. Она устанавливается к вам на Joomla. В следующем уроке это проделаем. Мануал мы не трогаем. Я вам сам объясню важные моменты. PSD открываем. И тут у нас для Photoshop есть от этого шаблона какие-то PSD ресурсы. Например, что-то отредактировать. Там, скорее всего, разбито все по слоям. Для этого вам нужен Photoshop, установленный на компьютере. С этими слоями работать мы не будем, потому что все равно мы там все свое добавлять будем, свой логотип и так далее. Я практически никогда не пользуюсь вот этими PSD ресурсами. И важный момент. Вот без этого элемента, так называемого QuickStart, быстрого старта, мы с вами бы очень-очень долго мучились с шаблоном. И даже я. То есть QuickStart это подсказка. Это как бы шпаргалка. Она нам показывает, как устроен шаблон изнутри, чтобы быстрее понять, как это все устроено и реализовать на своем сайте. QuickStart это предустановленные демо данные. То есть там уже и Joomla, и шаблон, и все какие-то нужные плагины, модули, которые используются в данном шаблоне, они все предустановлены. Ваша задача на свой проект, который вы строите, на свой сайт, вы ставите вот этот шаблон и отдельно на каком-то домене или под домене, может быть даже на локальном сервере, на компьютере, вы устанавливаете, то есть распаковываете этот архив. Как установить, вы уже это умеете делать, мы проходили с вами через, как подключить через конфигурацию PHP базу данных и так далее. QuickStart устанавливается практически так же. В корень вашего домена устанавливаете все файлы, распаковываете данного архива, создаете на охотнике базу данных, устанавливаете, значит, QuickStart. QuickStart обычным образом, да, не забывайте в процессе установки только выбрать демо данные, но если вы будете именно этот шаблон ставить, там уже стоит точка, радио кнопка, значит, по умолчанию, что будут использованы демо данные. То есть также админка, будет все то же самое, вы сможете пользоваться QuickStart, заходя внутрь и смотреть изнутри, как устроен шаблон, какие модульные позиции используются и так далее. Я QuickStart уже установил, я считаю, что нет смысла показывать, как это делается, потому что вы уже после моих уроков должны уметь устанавливать сайт, как на локальный сервер, так и на хостинг. Мы с вами переносили, смысл там один и тот же. Так, вроде ничего не забыл, это что касается бесплатных шаблонов, да. Теперь поговорим о платных вариандах и вообще много, много всяких разных контор, я вам продемонстрирую только одну. Ну, если вы совсем не знакомы, где можно купить себе шаблон, да, ту контору, которая мне самому нравится. То есть мне, конечно, нравятся не все их шаблоны, но многие из них мне нравятся. Эта контора называется utem.com. Вот видите ее адрес. Смотрите, как пользоваться, то есть как смотреть демо шаблонов, то есть как смотреть их во все красе, которые они предоставляют. У них тоже, кстати, есть и бесплатные шаблоны. Вот вы переходите на официальный сайт, адрес которого вы видите, да, переходите, значит, в вкладке темос, кликайте, наводите мышь просто вот на картинку. И здесь есть, они для WordPress делают демо. WordPress это другой движок для создания сайтов. И Joomla demo, нажимаете на эту кнопку. И здесь сразу по умолчанию показывается последний их шаблон, который они создали. Вот сейчас вы видите демонстрацию шаблона, который у них продается. То есть если вы вдруг хотите купить шаблон, то есть сразу начать с платного шаблона, конечно же, то же самое здесь все. Вы должны ознакомиться с демонстрацией, посмотреть, как он работает, как у этой конторы просмотреть другие шаблоны. Вот здесь вот есть такая вот стрелочка, кликаем, и вот здесь вот можно мышку наводить, сразу видеть демо. И это идут вот все вот эти шаблоны ихние. Кликаем, например, на другой шаблон, сразу смотрим демонстрацию другого шаблона. Вот, также смотрите, как выглядит. В принципе, здесь все то же самое. Ну, покупать, как здесь, опять же, страницу вы переносите в хром. Я сейчас открыл через оперу. Вот, также здесь можно смотреть разные варианты данного шаблона, цветовые гаммы. Вот голубая кнопка. По этой кнопке здесь предлагают, видите, три тарифных плана. То есть здесь покупаете подписку. То есть, как правило, мало где можно купить отдельный шаблон. Все предлагают купить подписку там на полгода и качать, что доступно. Вот здесь написано, демо, пакетч, значит, демо доступно, то, что вам нужно, Quick Start. Image Source, это PSD-сходники, скорее всего. Ну, и тут на три месяца, как я понял. И один сайт, лицензия на один сайт. Здесь лицензия на три сайта. Ну, вот, в общем, обычный тарифный план. И решайте для себя. То есть, достаточно дорого все. Поэтому здесь нужно точно понимать, нужно ли вам это или нет. Оплата, скорее всего, там происходит через PayPal. Потому что, в основном, там, в Америке, они все пользуются этой системой. Можно кликнуть вот на кнопку. Тут как идет добавить магазин, да. Скорее всего, нужна регистрация здесь, да. Вы тут приведете регистрацию и так далее. В принципе, здесь больше сказать о платном варианте мне нечего. Я вам показал именно ту студию, которая мне самому нравится. Потому что я пользуюсь здесь еще и специальными расширениями, которые они делают. То есть, у них не только шаблоны, еще и специальные расширения каталоги для джума и так далее. А вообще, этих контор достаточно много. На этом я заканчу данный видеоурок и увидимся в следующем. Позвольте подарить вам подарок. Если вы только начинаете свой путь с джума, или вы уже матерый вебмастер, вы рано или поздно задумаетесь о самом важном. Это внешнее отображение вашего сайта. Другими словами, шаблоны. На просторах Рунета вы сможете просто утонуть в изобилии красивых шаблонов. Но! Есть большая опасность получить вирусы прямо с шаблоном, тот, который вы скачаете. Крайне нежелательно качать шаблоны с неизвестных источников. Я хорошо поработал. И собрал для вас базу из 55 качественных и красивых шаблонов на любую тематику. Все шаблоны чистые, без ссылок и вредоносного кода. Гарантирую в 100%. Все шаблоны были скачаны мною лично, напрямую, у разработчиков. И я все упаковал в один архив. К каждому шаблону приложил ссылку на демонстрацию шаблона. Так, чтобы вы всегда могли сначала посмотреть на шаблон во всей его красе. И выбрать то, что вам понравилось. Все это я сделал для удобства. Итак, как получить все шаблоны целиком? Да очень просто. Шаблоны я отправлю на ваш email адрес. Просто пишите в поле ваш рабочий электронный ящик и подтвердите подписку. И через несколько секунд автоматически к вам придет второе письмо с ссылкой на закачку архива с шаблонами. Желаю вам творческих успехов. С уважением, Федор Васильев. Субтитры создавал DimaTorzok Продолжение следует...